Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке Радио России Псков. Доброе утро всем, кто уже проснулся. В студии Ирина Лукина и мои утренние гости, которых я с удовольствием представляю. Это руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская и соучредитель логистической компании ESI Logistics Ирина Третьякова. Светлана Ирин, доброе утро. Доброе утро. Очень рада вас видеть здесь, в нашей студии. Как быстро летит время. Казалось бы, еще недавно мы со Светланой подводили итоги 2020 года, а сегодня я уже могу говорить, что прошло начало года на календаре. Или февраль, как один день, Светлана? Ну, безусловно так. И когда мы с вами встречались последний раз, мы говорили о том, что для нас декабрем, 31 декабря, 20-й год не заканчивается. Потому что у нас всегда есть необходимость анализировать то, что мы сделали, то, что мы не доделали, то, что мы должны улучшить и так далее по списку. И, по сути, можно, в принципе, сказать, что вот для меня январь прилетел, наверное, как один день, как говорится. Но сейчас мы, скажем так, вошли и пытаемся войти в нормальный интенсивный режим работы, поэтому, в принципе, уже есть, что обсуждать, есть, что планировать и есть, что прогнозировать на ближайшее будущее. Ирина, вы достаточно частая гостья в нашем городе. Это значит, что уже в этом году один из мастер-классов, который вы проводите для наших предпринимателей, состоялся? Я правильно понимаю? Да, слава богу, что я частая гостья в вашем городе. Вы знаете мою любовь к Пскову, к Псковской области. Я не перестану об этом говорить. Это правда здорово, что мы нашли еще и бизнес, точки соприкосновения. Действительно, прошел первый мастер-класс в этом году. Я была рада, что Светлана Дмитриевна предоставила мне честь открыть этот год своими мастер-классами. Мы говорили о мультимодальных перевозках, говорили о рисках, обсуждали документы, которые нам нужно для того, чтобы все было качественно. Почему мы выбрали именно такую тему? Потому что 2020 год мы закрывали новыми контрактами. У нас появились молодые экспортеры, которые поехали за рубеж. И, конечно, были нюансы, которые пришлось объяснять. И на основании уже имеющегося опыта, когда ты видишь, что именно такие вопросы вернули предпринимателей, был создан мастер-класс. Я предлагаю про молодых экспортеров и про задачи, которые теперь перед ними стоят, поговорить поподробнее. С удовольствием. Я думаю, мы со Светланой Дмитриевной это сделаем. Это тема, о которой мы можем говорить постоянно. Очень интересный потенциал мы сейчас видим на Ближнем Востоке для российских товаров. Ближний Восток и страны Магриба показывают заинтересованность в наших товарах. Идут очень активно, идут на контакт. И вчера мы как раз обсуждали с нашими партнерами из Саудовской Аравии возможность вывода совершенно нетипичных продуктов. Например, у нас есть косметика. Например, у нас есть уникальные чаи. Это не только Иван-чай, который хорошо известен, это и чаи с добавками из тайги. И они действительно пользуются спросом. Оказывается, Саудовская Аравия – это страна, которая любит пробовать новые напитки. Серьезно? Да. И вот здесь, понимаете, такой уникальный момент для Пскова именно, да? Потому что у вас-то с чаями все нормально. У нас все хорошо с чаями. Более того, Саудовская Аравия расположена попробовать новые десерты. С десертами у нас тоже все хорошо, да? И мы можем, у нас есть линейка уже продуктов, которые уже попробовали экспорт, которые уже можно отправлять. Единственный нюанс, да, если мы говорим про Ближний Восток, который нужно знать предпринимателям. Господа предприниматели, услышьте меня сейчас, пожалуйста. Халяльный сертификат. Светлана Дмитриевна расскажет вам подробно. Мы объясняли уже нескольким нашим экспортерам, вот точечно именно для них, что нужно сделать, как это сделать. Наша компания может посодействовать с муфтиями России, потому что это единственная организация, которая дает такой документ. Он нетипичный для российского бизнеса. Многие о его существовании не знают, но тем не менее он нужен, особенно если мы говорим о продуктах питания, потому что все-таки это мусульманская страна, да, у них есть свои требования. И вот это как раз такие, понимаете, уникальные вещи, которые бизнес, будучи российским, он не обязан знать. Но с помощью Центра поддержки экспорта и экспертов, да, которые работают с авторствием, можно узнать, чтобы не падать заранее, да, все-таки подложить себе эту солому. Не надо сразу лететь в Эмираты, допустим, да, со своей продукцией, а потом понимать, что долетел, но обратно придется везти. Тут надо пояснить, молодые экспортеры, это не факт, что... Не по возрасту. Да, имеют... Это состояние души. Разрастной контингент, просто как мы говорили по итогам прошлого года, действительно получилось так, что пара-тройка компаний вышли на экспорт при таких условиях, что раньше они об этом даже не задумывались. То есть, в принципе, для них этой задачи стратегически не стояло, но так получилось. То есть, поэтому... И все же они молодые, и поэтому возникает действительно сравнительно такое большое количество проблем, которые надо решать в срочном порядке. Вот. Ирина, а вообще, когда вы проводите мастер-классы, псковские предприниматели наши, они охотно идут на контакт? Они активны? Они потрясающие. Ну, правда. С ними очень интересно. У нас есть несколько предпринимателей, они прямо такие хайлайтеры наших настоящих, я считаю. Это, правда, активно. Да, и в частности, вот ребята, которые занимаются крафтовой косметикой, наше первое с ними знакомство было, наверное, на таком нерве. Почему? Потому что вот так было интересно, потому что вот это вызов, потому что я говорю вещи, которые не принято так считать, понимаете? И это было очень интересно, очень продуктивно. Могу вам сказать, что недавно был задан вопрос, которого я вообще не ожидала. То есть мне казалось, знаете, такая это азбучная истина, это все понимают. И когда я его подняла уже на второй части семинара, выяснилось, что все хотели это узнать, но боялись спросить. Это что? Какой вопрос? Вы знаете, вопрос, касающийся нормативных документов, которыми должна сопровождаться сделка. Мне казалось, это так очевидно, но нет. И, господа предприниматели, вот мы со Светланой Дмитриевной обсуждали уже такой формат общения, когда вы, она озвучивает тему, а вы нам заранее набрасываете вопросы. Можете делать это анонимно, если не хотите афишировать кого, что волнует. Но тогда мне будет, наверное, интереснее подготовить ответы не просто в общем каком-то формате, а конкретно под ваш регион, под ваших предпринимателей, под задачи. Потому что догадаться, когда вы не спрашиваете, мне бывает сложно. Ирина, а кто более активный, мужчина или женщина, если уж так говорить об активности? В Пскове мужчины? Да, мужчины, серьезно? Вот я вам могу сказать, что в Пскове мужчины. В других регионах, наверное, более активные девушки. А у вас прямо они молодцы. Мы радостно вздохнули, когда наконец-то ушел 2020 год. Тем не менее, он был сложным, но он ведь и многому научил. Вот с вашей точки зрения, чему этот год научил предприниматели? Что он показал, куда надо двигаться, в каком направлении должен быть этот вектор движения? Вы знаете, для меня 2020 год не был сложным, поэтому очень трудно это ответить. Для меня 2020 год, это был год, когда сбылись очень многие мои мечты. Я как минимум зарегистрировала авторское право на свой образовательный курс. И это такой хороший шаг с моей стороны. Это не просто каждому предпринимателю, который работает, все-таки зафиксировать весь объем своих знаний и своего опыта в бумажном виде. У меня точно так же появились новые партнеры за рубежом. Причем открылись страны, которые я даже никогда не рассматривала в потенциале. Вдруг неожиданно открылся Сенегал, открылась Мавритания. Появилась такая страна на карте у меня, Тога называется. То есть я, в принципе, будучи европейцем по складу своего характера, никогда не смотрела на Северную Африку, а вот на такую Африку центральную, скажем так. Он не был сложный для логистов, потому что мы всю жизнь живем на удаленке. Ну, собственно, для вас это, да, естественное состояние. Для нас это естественное состояние, когда-то 31 декабря, 23.00, что-то случилось у клиента, надо срочно разрулить. Понимаете, поэтому для нас выход, он, конечно, был сопряжен с определенными сложностями, потому что все равно порты продолжают работать, ты должен там физически присутствовать так или иначе. Но наша индустрия переформатировалась очень быстро. Именно вот индустрия логистики, как можно было быстро переформатировали, все сделали, чтобы это произошло максимально. Что я вижу со стороны положительного своих клиентов и заказчиков? Ну, первые полгода, понятно, всех трясло, и никто не понимал, куда двигаться, да, надо было вот это русское состояние рефлексии. Прямо вот мне казалось иногда, что я Достоевского читаю, ну, в случае с Петербургом понятно, да, то есть в нашем желтом городе. Вот, а вторая половина года показала, что бизнес понял, что надо срочно менять направление движения. Можно сколько угодно сокрушаться, что закрыта Европа, да, что нет такой активной торговли, но надо двигаться. И даже вот по моим таким многолетним клиентам я наблюдаю, какие приходят запросы. То есть иногда ты прям открываешь атлас и ищешь, где этот город находится. Люди находят для себя новые рынки сбыта. Вот у нас крупный экспортер один пошел, например, на Кустырику. Понимаете, да, то есть это нетрадиционное направление. И кто-то выходит, опять же, вот как я сказала, на Африку, совсем нетипичную Африку, не к которой мы привыкли. Есть диалоги сейчас о Индонезии, Малайзии, Бангладеш. Поэтому я бы, наверное, сказала, что наши бизнесмены, они молодцы. Они, как обычно, вспомнили, что Бог никогда не дает тебе больше, чем ты можешь вынести. И понесли дальше радость своего бытия предпринимательского. Ну, вообще, на самом деле, когда у нас гости приходили сюда в эту студию в прошлом году, они не все жаловались, действительно. И некоторые говорили, да, как ни странно, но год научил его, год удачный оказался. Но, тем не менее, Ирина, согласитесь, ведь у многих до сих пор есть определенное чувство неуверенности. А надо ли? А как это? А зачем? Согласна с вами, чувство неуверенности присутствует. Вот, опять же, я бы его отнесла, наверное, к фундаментальным чувствам русской души. Вот так же, как рефлексия, да, так же у нас есть неуверенность. Откуда это берется, почему мы это придумали? Я постоянно напоминаю нашим предпринимателям, что вообще так-то мы Российская империя. И мы не можем вычеркнуть этот факт из нашей истории. И несколько недель назад я делала семинар для предпринимателей из другого региона. Он был посвящен легким шагам на экспорт. И, готовясь, я думала-думала, как же это вывести, потому что понятно, что это, вот, в их случае, это прямо действительно молодой бизнес, которому до 30. И вдруг мне приходит мысль в голову, что у нас же есть прекрасное купечество, да, у нас есть трехгорная мануфактура, у нас есть притяковая и так дальше. И вот на этом фоне я постаралась раскрыть им тему, ведь там тоже, вы понимаете, да, из курса истории нашим предпринимателям было не так-то легко. Однако в очередь к трехгорной мануфактуре стоял даже Королевский английский двор, чтобы получить их товары. И вот если мы идем по этой дороге, если мы вспоминаем аутентичность нас как нации, наверное, мы можем обрести уверенность большую. И, пользуясь случаем, Ирин, приглашу наших коллег-предпринимателей, я буду 19 февраля проводить бесплатный абсолютно вебинар с моей бесценной подругой, экспертом с сумасшедшим совершенно опытом. Семинар будет называться «В чем секрет успеха бизнеса?». Я буду очень рада вашему присутствию, у Светланы Дмитриевны будут все необходимые ссылки, вы можете к ней обратиться. Это будет эфир прямой, можно будет задавать вопросы, безусловно, да. И мы постараемся дать вам ту уверенность, которой, наверное, вот сейчас не хватает харизмы. Поделимся, как минимум, харизмой. Это не так просто, конечно, в онлайне, но, тем не менее, мы постараемся это сделать. Расскажем о ценностях, которые нужно все время помнить. У меня есть один интересный предприниматель, опять же, в другом регионе, у него вот на стене прям написан перечень ценностей. Он говорит, я прихожу в офис, и чтобы не сбиться с курса, вот так уверенно иду. Ну, наверное, тоже ноу-хау сделать, Свет, на следующий год, да, подготовить подарок для экспортеров, там, блокнот с ценностями. Вот, поэтому, господа предприниматели, я буду очень рада поделиться с вами знаниями, опытом, ответить на ваши вопросы. Более того, мы обсуждаем сейчас как раз следующий проект на 2021 год. Это курс, опять же, бесплатных вебинаров. Что вы хотели спросить, но боялись сказать? Это курс будет по странам. Не знаю пока, как мы его запустим. У Светланы Дмитриевны будет однозначно вся эта информация, мы поделимся. Для чего мы будем это делать? Они будут короткие, минут на 30. Просто, чтобы вы понимали, выходя на новые для себя рынки, что нужно учесть, какие уже случились курьезы, что сделать, чтобы таких курьезов не было. И мы точно так же будем рады. Это такой, в нашем случае, это бонус в развитии экспорта нашей страны, потому что мы тоже очень хотим видеть русские сделаны в России, на прилавках, на стендах, я не знаю, на дорогах, в конце концов, у других стран. Светлана, ну я думаю, что сегодня уже работа в режиме онлайн. Зум – это родной стал для наших предпринимателей, или даже те, кто скептически к этому относился и, может быть, недооценивал, сегодня поняли, что без этого никак в наше время? Ну, без этого никак, но это не является абсолютно тотальным, всё-таки, заменителем живого формата, как бы. И всё можно запустить, можно сделать техническую платформу, можно подключить другие регионы, можно подключить другие страны, бесценных спикеров и так далее. Но в той части, которая является одним из моих любимых направлений, как говорится, по продвижению, и в соцсети я его завожу с хэштегом «вкусный экспорт», как бы вот в данном случае зум не спасает от слова «совсем». Вот, потому что дегустации и вкусовые впечатления никто не отменял, и, к сожалению, невозможно их транслировать через экран, как говорится. Вот, но мы в любом случае работаем в этом направлении. Ну, и здесь же надо ещё учесть, что, вот я со стороны спикеров скажу, это очень сложно разговаривать с экраном монитора, не имея обратной связи. Когда аудитории нет напротив. Конечно, конечно. То есть, да, ты видишь, что они у тебя движутся, там, меняются картинки, у кого-то телефон зазвонил. Но ты, по сути, ведёшь семинар, да, ты даёшь знания, вот просто глядя в монитор, психологически это трудно даже нам, господа предприниматели. Поэтому, когда есть такая возможность техническая, встретиться очно, пользуйтесь ей, пожалуйста. Это всё-таки очень энергетическая история, да, когда мы делимся друг с другом, я абсолютно согласна Светлана Дмитриевна. То есть, тут тоже есть вкусовые качества. Ты либо понял, нет, я же, у меня же нет возможности оценить, за кадром там, поняли меня, что я говорю, или не поняли. Или даже если он в чате поставил плюсик, что у него нет вопросов, это не есть равно, что информация воспринята на том уровне, на котором она должна была быть донесена. Потому что некоторые вещи, они возникают непосредственно, как это, при контакте глаза в глаза, или там, проходя мимо. И вот это вот, конечно, невозможно, наверное, заменить и каким-то образом компенсировать. Хотя мы вот сейчас в Петербурге уже с моими друзьями, партнёрами рассматриваем такой вариант. Вот мы сейчас с вами сидим на радио, да, всё равно есть возможность общения. Мы уже рассматриваем вариант сделать там широкоформатный экран, где спикер может ходить по помещению. То есть, просто сделать это как вариант... То есть, не в ноутбук, да, смотреть камеру, а чтобы какой-то был моушен, что называется. И вот, кстати, сори, что перебиваю. Да, пожалуйста. Вот, просто возвращаясь к тому, что год начался, и, в принципе, как бы темп задан довольно-таки интенсивный. Вот именно этот формат мы для себя предусматривали. У нас на 12 февраля назначу видеоконференц-связь с дистрибьюторами и сетями Республики Беларусь. Это будет уже завтра. Да. То есть, тоже оценивали за и против, как бы, технические возможности. Это была инициатива Туркоприветства Российской Федерации в Беларуси. Вот. И это касается именно пищевой продукции. И как раз мы начали думать о том, что же нам сделать-то. И я, как бы, приняла решение избежать формата, что каждый мой производитель сидит у себя на рабочем месте в ноутбуке, учитывая прекрасное техническое оснащение нашего конференц-зала и наличие как раз широкоформатного экрана, я думаю, что мы сделаем вот нашу коллективную, так сказать, экспозицию на территории нашего центра, как раз обеспечивая возможность вот этой вот такой, скажем так, объемной, наверное, да, трансляции и воспринимания с тем, чтобы... То есть, задача мероприятия в чем? В том, чтобы наши производители презентовали свою продукцию дистрибьюторам и сетям Республики Беларусь, да, с целью дальнейшего, как бы, продвижения вот на экспортной поставке. А, кстати, Светлана, давайте сделаем такую маленькую ретроспективу. С какими странами сотрудничают наши предприниматели? Еще раз для наших радиослушателей. Абсолютно с разными. Абсолютно с разными. Безусловно, это пространство СНГ. Ну, здесь этой территории никто не отменял. И даже те, кто задумываются об экспорте как только в начале какого-то такого пути развития, для них это путь наименьшего сопротивления, потому что там действуют те же самые разрешительные документы, сертификаты, декларации соответствия территории Таможенного Союза, Евразес, как бы, да, и поэтому от них не требуется дополнительных вложений на оформление сертификатов ЦЕ. Вот. Если мы говорим про Европу, то это Германия, Польша, Франция, Бельгия. Интересным был опыт, причем ООО, созданное в феврале 2020 года, первый экспорт случился в сентябре, это была сразу Финляндия. Как бы, причем довольно-таки крупный контракт, и это такой хороший работающий кейс. Вот. Турция, Бангладеш и так далее. Ну, и здесь могу сказать, что... Венесуэла забыла. Венесуэла, да, Венесуэла, это наше все, да, один из псковских заводов, как бы, да, действительно, у них первый контракт был в 2019 году, и они думали, что это была просто разовая поставка, а оказалось, что вот оборудование там очень необходимо, и вот буквально пару дней назад там мне сотрудник компании говорил, «Наши 20 человек сидят там на монтаже оборудования, там, т-д-д-д-д, там что-то там не могут вылететь обратно». В общем, такие какие-то есть тоже нюансы. А мы завод можем назвать же? Ну, безусловно, конечно, это псковский завод «Полипласт». Поливаническое оборудование. Вот. И здесь ведь, говоря про экспорт, понятно, что это может быть не только сегмент субъектов малого и среднего бизнеса. Я, конечно, в кавычках сразу предупреждаю, но я всё время говорю, не нужно забывать про чёрный экспорт. Ну, почему? Потому что... Вот могу привести пример. Предрождественское европейское время, период локдауна для Европы. Наши мастера, наши КФХ, они стали просто ВИП-клиентами почты при отправке презентов в Латвию и в Эстонию. Это был просто поток. И очень интересно, что спрос... Вот просто можно было в соцсетях прям по нарастающей наблюдать. То есть у меня девочка пишет, она там, сегодня я отправила, утрирую сейчас там два пряника там в Эстонию, да, на следующий день у неё половина Эстонии уже сидит в комментариях и заказывает нашу продукцию. Да, это просто на самом деле как вот канал, который иногда физлицы, предприниматели не рассматривают. Нет, просто действительно это было очень интересно наблюдать. Вот, поэтому как-то... Ну, это такое спонтанное получилось, да? Да, да, да. Ну, про это я всё время говорю, что соцсети никто не отменял. То есть был один пост, я отправляю там Иван-чай и три пряника, там тому-то, тому-то, там второй делает репост, и ещё 15 эстонцев подгружаются в ветку. Ну, это действительно динамичное как бы, ну, развитие и очень, на самом деле, забавный как бы вектор такой для наблюдения. Я даже говорила же нашим предпринимателям, что мы не можем уже и не должны отказываться от того, что мы живём в цифровом мире, и не публиковать себя в соцсетях. Да, может быть, это не ваша целевая аудитория, но люди должны знать о вашем существовании, иначе как они у вас что-то купят. И здесь вот Светлана как раз подтверждает правомерность этого. И плюс мы же живём сейчас в картиночном, в иллюзорном мире, да? Все очень любят, когда красивые картиночки, какой-то там пост написан красивым языком, особенно если это на нескольких языках, если вы помните, что страна, например, франкоговорящая, не пишите туда ноги на немецком. Это важно, господа предприниматели, не писать, например, в Тунис на английском языке, там вам всё равно никто не ответит. К чему я всё это говорю? К тому, что мы и в этом тоже можем помочь, да? Потому что есть и контент-менеджеры, которые могут сформировать красивый профиль, есть и текстовые менеджеры, которые вам могут на первых порах помочь, потому что я понимаю, что человек не привык, если ему сложно. Светлана мне тоже перед Новым годом присылала вот фотографии как раз этих пряников, шикарно упакованных, это правда очень красиво, я их пробовала до этого, это ещё и вкусно. Конечно, это надо рекламировать, конечно, нужно не думать о том, что мы их там пароходами повезём куда-то, а именно это тоже экспорт. Я абсолютно с этим согласна. И самопродвижение, да? Ну, без этого, на самом деле, никуда. И то, что было сказано в контексте, мы можем помочь. Иногда это действительно, скажем так, очень необходимо, потому что, ну, как бы та или иная компания, тот или иной предприниматель, они находятся на какой-то период времени все в поле зрения, правильно ведь? И очень жаль, когда со стороны наблюдаешь, скажем так, немного неправильные шаги, то есть человек вкладывает какие-то усилия, но рисует не те картинки или пишет не тот текст. Досадно получается, да? Это правда. Или сайт переводит до запятой, до буквы на английский язык, а кто сказал, что это необходимо. То есть действительно должен быть такой какой-то срез, определённый вот чек-лист, да, как бы, то есть здесь мы переводим вот на такой язык, здесь вот на такой, а вот это вот не надо, сюда ходи, сюда не ходи. То есть мы-то готовы на самом деле оказать вот это вот сопровождение. Мы готовы поделиться опытом, пожалуйста. Для этого, собственно, мы все больше, чем 20 лет работаем. Да, чтобы не получилось так, когда компания, причём довольно-таки, скажем так, не особо мелкий производитель, они, значит, мне говорят, да мы платим столько-то там, десятков тысяч за продвижение в соцсетях каждый месяц, а вот вы нам, типа там, да, вот, я говорю, конечно, говорю, вы платите, говорю, и у вас работает отдел маркетинга, а на Фейсбуке у вас два лайка, один из них мой. Другой ваш, собственно, да. Наверное, что-то, ну, если это происходит на протяжении шести месяцев, наверное, что-то где-то работает, ну, не по правильной схеме. Да, да, или не работает от слова совсем. То есть, безусловно, и здесь ведь тоже есть такая тонкая грань, вот то, о чем говорила Ирина, с одной стороны, да, понятно, что есть там корпоративный стиль, этикет общения, да, вот брендинг, стратегия продвижения, а на другой чаше весов стоит персонализация. То есть, я наблюдаю те кейсы, если страница компании полностью просто подвержена корпоративному бренду, и за ней не видно живых людей, это тоже не очень хорошо, это, ну, не очень хорошо развивается. Или же, если человек, руководитель компании, одного из которых вы даже знаете, вот, скажем так, персонально пишет, как бы, да, и сам отвечает, а не контент-менеджер, а не ты, как бы, да, это в любом случае влечет за собой вовлечение той аудитории, да, которая его считает а потенциально, б целенаправленно. То есть, это очень такая тонкая субстанция, очень тонкая подстройка, и, к сожалению, как бы то ни было, цифровизация 21 века и все такое прочее, эпоха онлайн, все равно ведь мы встречаем такие, скажем, мягко выражать, отрицательные кейсы и настройки таргетинговой рекламы. Не буду говорить названий, но попадается, значит, мне в ленте соцсетей страница одного из заводов Пскова, Псковской области, вот, ну и там подписана, да, там типа реклама. Красивая картинка, видно, что по-умному написанный текст, ну, как бы, в кавычках. И к чему это привело? В комментариях под фотографией и описанием завода пошли комментарии. Почему я это вижу? Кто СММщикам сказал, что я их целевая аудитория? То есть, люди, которые... Это какие-то были настройки, не те, и это принесло вообще негативный фидбэк, и это иногда хуже, чем не делать ничего. Вот поэтому это постоянное, нельзя что-то там сделать и поставить точку. То есть, это ежедневный, на самом деле, какой-то труд, ежедневные настройки, подстройки, вовлечения, привлечения внимания и адаптация согласно какой-то получаемой обратной связи. Так что это очень сложно. Ирин, а вот ваш такой немножечко взгляд со стороны на наших предпринимателей. Насколько они перспективны с точки зрения развития экспорта? Конечно, они перспективны. Здесь, знаете, как с любым начинающим проектом, главное помогать. Вот не убирать эту руку, а Светлана Дмитриевна в этом отношении, она прям настоящая мама, она правда их ведет. Я это говорю с таким теплом, потому что мне очень приятно это видеть, да, когда вот раздаются смс-очки, да, в 10 часов вечера, Ир, надо помочь. Да, и я с удовольствием на это реагирую, потому что я понимаю, что руководитель Центра поддержки экспорта, она действительно, вот она не просто вам говорит сейчас, что там надо вовлечение, надо то, она это действительно делает, да, чем я могу поделиться, я тоже всегда с удовольствием поделюсь. И то, что у вас есть огромный потенциал, это совершенно однозначно. Вы выходите с нестандартными решениями, мы обсуждали как раз с ребятами, да, с косметикой, например, у них уже даже амбассадор есть, я когда это слышу, мне уже комфортно становится. То есть, понятно, когда у Порши там есть амбассадор, но когда у нашей крафтовой косметики есть английский амбассадор, конечно, у них есть будущее. Конечно, у предприятий, которые производят, вот сейчас у нас экоудобрения, да, мы к ним относим, торф, которым богата Псковская область, огромный потенциал. Это действительно сейчас востребовано и в странах Ближнего Востока, да, и в Китае будет, потому что они не справляются. То есть, у нас тоже в Ленинградской области есть торфяные месторождения, и я с нашими бизнесменами тоже в этой связи работаю. Я могу сказать, что сейчас производство, оно меньше, чем спрос. А это всегда потенциал для роста, да. Более того, вот ваши конкретно производители удобрений, да, торфа, они же делают уже это не как сырье, они делают это как продукт, это адаптировано уже под конкретно там томаты, голубику, землянику. Мне было очень приятно, когда мы с руководством вот обсуждали этот момент, я говорю, слушай, вот я позвоню в Марокко своим там таким-то, таким-то фермерам, она говорит, слушай, а у меня все готово уже, у нас для каждого уже овощи, например, есть своя формула обогащения. Вы знаете, как мне было легко разговаривать? То есть, я звоню людям, и они мне четко говорят, вот для нашей почвы это не подходит, а вот это давайте попробуем. Поэтому я вам хочу сказать, что потрясающий потенциал у ваших бизнесменов, и они действительно очень чутко реагируют на рекомендации, прислушиваются. Вот у нас есть еще один хороший пример со Светланой Дмитриевной, производитель оборудования вашего, Псковского, он действительно нас слышит, он действительно идет по пути того, чтобы усовершенствовать, и вот мы обсуждали с ним недавно выходы на европейские рынки, в частности, нашему оборудованию всегда тяжело выйти на рынок, который уже и так перегружен. Но у него шикарный потенциал. Вы знаете, шикарный, и я отправляла вот его презентацию, например, в Голландию, и голландцы сказали, что да, вот у нас есть, безусловно, мы сами это все умеем делать, но это не значит, что ваше хуже. И эта продукция сертифицированная, можно порекламирую, российским регистром судоходства, он входит в тройку сильнейших мировых регистров. Понимаете, это продукция, которую покупают для атомной энергетики. Это тоже очень важно, да. Какой потенциал? Росатом сейчас строит по всему миру новые объекты, да, есть подписанное соглашение с египтянами, которое еще не начало реализовываться. Потенциал есть, конечно. Ирина, хорошо, а что самое сложное в работе с предпринимателями? Не обязательно псковскими вообще, вот у вас уже есть определенный опыт и определенная аналитика. Именно псковской области. Вы знаете, мне несложно. Ну, давайте так и вообще, и псковскими. Вы знаете, мне несложно с ними работать тогда, когда они вовлечены. Вот здесь все вообще горы нам по плечу. Сложно, когда тебе сделали одолжение, что по просьбе центров поддержки экспорта к тебе пришли. И такие случаи... Не у тебя. Но такие случаи на фронте были. И для меня, на самом деле, такие предприниматели это точка роста. То есть я их обычно сразу вижу, четко на них ориентируюсь и понимаю, что если они у меня начинают хотя бы через полчаса потихонечку увлекаться, им перестает быть интересен телефон, который, очевидно, для этого пришел на мастер-класс, начинает что-то записывать. Он уже вроде как и позу изменил. Вот, да. Это самое сложное. Можно я здесь, маленько, прокомментирую, как бы, да, вот, как это, в хорошие времена, в наши прошлые, да, как бы, то есть когда проводилось большое количество разнообразных семинаров, там, живых, там, разного формата, да, и так далее. Ведь, как Ирина говорит, аудиторию всегда можно в легкую считать, да, и понять, кто пришел сам, а кого послал директор, ну, как бы, да, и... По присутствию. Да, и там были люди, которые вообще не понимали, где они находятся. Ну, я утрирую сейчас, да, но тем не менее, и вот сейчас... То ты утрируешь, а у меня-то были такие случаи. Вот, и это действительно так, как бы, да, и потому что он пришел, забыл, чего хотел, где был и так далее. То есть КПД ноль. И вот, наверное, сейчас особенностью мастер-класса, который имел место быть у нас, как бы, это были люди, которые, по сути, являются, а, директорами, собственниками бизнеса. То есть их никто не послал, ну, не послал, как говорится. Они пришли, кто-то пришел со своими коллегами, сотрудниками, и когда в рамках мастер-класса работают люди, принимающие решения, это совсем другой формат, чем если бы это какой-то там вот менеджер, даже если это его собственная инициатива, но он может загореться харизмой Ирины, прибежать на свое родное, рабочее место, рассказать, можно делать так и так, а ему скажут... Сиди. Потом. Вот есть эти определенные нюансы, как бы, да, и, безусловно, как бы, то, что можно тут зажечь, мотивировать, вдохновить, этого, понятно, как бы, да, никто не отменял, как бы, вот, но всегда ведь есть, скажем так, цель, задача и желание промониторить, что будет с ними, с нами, ну, через полгода, как бы, да, вот у нас сейчас получился перерыв, как раз полгода, да? Да, да, да. Вот. И я прямо вижу результат, я вижу его. Вот я и хотела спросить, то есть после мастер-класса проходит определенное время, вы все равно держите на контроле там внутренний, да, а что изменилось, как через Светлану, я не знаю, через общение с теми же предпринимателями лично? Конечно, конечно. И благодаря этому общению я вот свою программу обучающую поделила на две части. Правильно Света говорит, есть блок, который для руководителей и собственников бизнеса, и есть блок, который четко для менеджеров. Вот он прям, бери и делай, да, то есть вот у нас есть валютное законодательство, но не нужно собственнику мучить свою голову, как применяется, как звонить в банк, там, валютный контроль и так дальше, и так дальше. У него есть стратегическое планирование, у него есть управление, он должен понимать, где ему подстраховаться, а для всего остального, да, действительно. И это, конечно, уже мастер-классы или даже блоки, вот мы обсуждаем, например, с нашими региональными коллегами, чтобы просто запустить блок, да, то есть вот есть первый шаг сделать вот это, и следующий семинар через две недели. Это короткие семинары, они на час, они без там, домашних заданий, без интерактивных игр, без мозговых штурмов, просто пришел, в моменте узнал, получил всю нормативную документацию, примеры из практики, свободны. Когда в следующий раз приедете с мастер-классом Псков? А как только позову. Ну, у нас сейчас здесь, да, пока еще идет до настраивания, скажем так, планов на 2021 год, вот, но опять же, пользуясь случаем, как бы в эфире, хочу озвучить, напомнить и прокомментировать. Вот сейчас, как я уже, наверное, в декабре говорила, наступил тот момент, когда не хватает какого-то такого ивента, вот форум или что-то вот такое. Круглый стол. То есть мероприятия, которые позволяли обменяться информацией, донести новую, потому что, в принципе, каждое конгрессное мероприятие, какого бы там ни было формата, там, круглый стол или форум или конференция, они позволяли сделать такую площадку не только с точки зрения, там, выступления, спикеров, экспертов, да, это определенный нетворкинг среди предпринимательского сообщества, правильно? Потому что у меня не было ни одного мероприятия, которое бы заканчивалось без какого-то нового проекта, нового вида кооперации, когда у меня там один предприниматель сгенерил чисто во время кофебрейка. И вот этого сейчас, ну, не хватает, как бы. И мы, конечно, сейчас еще надеемся, что, может быть, будут какие-то послабления, скажем так, в режиме проведения. Но в любом случае на последней неделе февраля у нас состоятся сразу два форума онлайн, либо это будет так называемый гибридный формат онлайн-офлайн. Это форум ВЭД, который должен был бы быть у нас в декабре. Ну, и известный всем гастрономический форум «Вкус без границ». Ну, и, кстати, в конце февраля мы снова с вами встретимся здесь, в этой студии, и поговорим о следующих новостях. Спасибо большое, с вами очень всегда интересно. И вам спасибо. Хорошего вам дня, и, главное, успехов, успехов в вашем таком важном деле, в такой нужной для всех работе. И приезжать к нам еще. Приезжайте, Ирина. Спасибо большое. Будем рады видеть вас в нашей студии. А я, господа предприниматели и девушки, коллеги, желаю нам, чтобы у нас была удача. Как говорил Черчилль, здоровье, все такое было у всех на титанике, а удачи не хватило. Пусть она будет. Пусть она будет. Председатель Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская и соучредитель логистической компании ESI Logistics Ирина Третьякова были сегодня с нами на стартовой площадке. Ну, а я ведущая этого эфира Ирина Лукина. Желаю всем доброго, удачного дня, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин